В федеральном законе внесены изменения в статье 89 и 90 Семейного кодекса Российской Федерации. В случае отказа от материальной поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов, право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этими средствами, имеют право нетрудоспособный нуждающийся супруг, жена в период беременности, супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, а также нуждающийся супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства первой группы. Также с 31 июля 2023 года право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют право Бывшая жена в период беременности, наступивший в период брака, бывший супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, а также нуждающийся бывший супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком инвалидом до достижения ребенка возраста 18 лет или за общим ребенком инвалидом с детства первой группы. Кроме того, данным правом обладает нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака, И нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста, не позднее, чем 5 лет с момента расторжения брака, если супруги стояли в браке длительное время.